всем привет забраж 2019 и в этом ролике хотелось бы разобрать варианты как сделать каретную стяжку очень прикольная штука и в жизни и на мебели и вот именно внешний вид у нее очень прикольный давайте разбираться как это все делается давайте втулы куб вытягиваем левой кнопкой мыши жмем edit и жмем ctrl d ctrl d ну еще раз ctrl d так теперь жмем make polymesh вот такой куб получился в геометре заходим size и попробуем все это дело так ctrl d попробуем все это дело именно подготовить вот так типа пусть будет подушка следом что делаем а следом нужно включить транспоз активация симметрии радиалы поставить 4 и посмотрим как тут да что по какой оси транспоз по иксу не катит транспоз по z вот по z уже нормально теперь ставим кисть мофта положим ставим дров сайс побольше значит можно еще уменьшить саму модель и вот так все это делая чуть-чуть вминаем здесь чуть-чуть можно ее приобрести поднять вот такая прикольная подушка получается следом что делаем работаем симметрии она нам очень нужно будет так концы смотрим сходятся расходятся теперь включаем кисть стандарт теперь уменьшаем дров сайс уменьшаем интенсивность и попробуем все это дело промоделить поближе можно поставить так граф сайс еще поменьше и вот так все это потихоньку моделируем теперь зад включаем кисть побольше немножко тут вот так вот вминаем вот так вот ну вот что то в таком духе получается следом можно опять же назад включить интенсивность чуть чуть поменьше кисть побольше и вот так вот где-то чего-то серединку под набросать следом также можно поработать мофта положи где-то подтянуть где-то подправить и немножко вот кисть стандарт вот так уменьшаем вот так уменьшаем и пройдем вот так вот по краю типа кантика сделаем отмышкой неудобно правда кое-где сбивается вот такой будет кантик типа сгиб вот так завороты все подушку подкорректировали теперь давайте пуговицы добавим и будем уже рассматривать как это все делается так аппенд заходим включаем цилиндр с цилиндром переключаемся на него делаем то же самое ctrl d ctrl d и теперь заходим в гигометрии делаем ему дай нам с да так ctrl d d lower и дай нам с так следом с сайс все это дело с плюс ним и уменьшим вот так вот следом мов вытягиваем перекручиваем вот так вот и подставим все это дело теперь на место симметрию x отключаем и вот так все это дело потихоньку моделируем подгоняем уплотняем еще немножко можно уменьшить вот так вот толщину можно чуть-чуть прибавить так ctrl d так толщину чуть-чуть прибавляем и усаживаем на место смотрим что да как shift левая кнопка мыши выравнивает модель и вот так все это дело подгоняем смотрим перекручиваем так удобно так теперь отключаем мов смотрим что тут да как получилось и вот давайте опять же пройдемся по симметрии заходим модифит опологи и ставим сначала по иксу а теперь поставим по z так ctrl z пардон не по z а по y вот так вот теперь подушку тоже давайте подкорректируем сначала в геометре наверное опять же по иксу так пардон по y выровним вот так вот смотрим где фур что-то как вот такая штука и теперь опять же по иксу вот подушка теперь готова все должно быть нормально и можно опять же по y повтор сделать так а что у нас z даст так ctrl z вот такая вот подушка получилась теперь что делаем делаем флур отключаем мов ctrl и левая кнопка мыши вытягиваем вот так вот и опять повторяем так ctrl z ctrl z нет пардон теперь так саптулы и делаем merge merge down окей вот теперь можно x отключить и теперь ctrl и погнали все это дело вытягивать подгонять смотрим что тут да как чтобы пуговицы стыковались вот так вот снимаем маску опять же поднимаем все это дело вверх вот так и опять же это дело все вниз вот так вот снимаем маску и немножко наверное в бок еще прибавим полигоны растут но ничего так снимаем маску сделаем всему этому дай на мэш теперь вот так уже получше будет и теперь вот надо последний вот сюда вот поднять еще раз так вот где то вот так вот все подъем закончился получается у нас вот такая вот ступенция теперь что нужно сделать в принципе можно здесь ее обрезать немножко уплотнить не проблема где то выгладить сделать про джектал ну вот можно сделать сразу вот такую штуку заходим в тулы мргб из грабес вот этот а а а а с и и делаем вот так вот побольше там делайте снимаем всю вот эту вот текстурку теперь эту текстуру мы сохраняем экспорт рабочий стол сохраняем и теперь что нужно сделать control n и находим опять же нашу вот эту текстуру edit все это дело опять же устанавливаем вот так вот и теперь самое интересное вот так вот переворачиваем но опять же перевернуть нужно так чтобы именно она была вся ровная ну вот чтобы вот эти полосы были ровные такого может конечно не получится но в принципе можно постараться чуть-чуть даже можно где-то ее вот так вот приплюснуть если надо так что тут у нас получается вот тут это вот полоса должна идти значит еще верхнем вот так вот теперь нужно все это дело примерить control shift и поставить trimrack обрезку и посмотреть как попадают у нас все вот эти части обрезки и боковые и вот именно вот эти части а вот эта часть у нас уже вы видите что не попадает control z что можно с этим делом сделать а с этим делом можно немножко деформировать плане каком вот так вот так где-то так вот пробуем пробуем опять несостыковка у нас выходит печальная история один край не попадает это теперь чтобы он попал нужно вот этот край именно увести в бок то бишь чуть чуть ее опять же деформировать так это получается вот так вот так вот поворачиваем и смотрим ну вот уже совпадение в принципе есть что-то в таком духе будет получаться можно даже еще немножко д целые подкрутить немножко вот так вот и вот так вот все это дело поправляем смотрим что тут окрежется а ctrl z и еще немножко довести вот так вот немножко все это дело сплюснуть и можно немножко вытянуть вот так вот смотрим как у нас по верхам вот вроде нормально и смотрим как у нас по боку вроде попали так все вот теперь с этого снимаем тоже текстуру вот так вот со всей вот этой руки вот это вот так вот вот так и теперь сохраняем ее жмем экспорт так можно вот теперь здесь конечно вот так все это сделать подогнать в принципе каком nude где-то так вот сделать и вот выбрать и на 3 и попробовать их вот именно поймать вот эти вот так вот вот получается вот такая текстура давайте и попробуем импорт так импорт не надо жмем план 3d здесь control n вытягиваем план левой кнопкой мыши жмем edit жмем make polymesh и жмем геометри дай нам с теперь жмем control d выравниваем shift левая кнопка мыши ну еще control d на чуть-чуть выбираем так теперь ставим альфу вот эту и ставим фри хэд интенсивность побольше и получается так control д дра крэк ставим драфсайз чуть можно побольше и получается вот такая у нас текстура многовато вытягивается уменьшаем интенсивность подгоняем все тут сами вы смотрим чтобы все было нормально ну вот такая вот получается каретная стяжка control z теперь давайте попробуем по-другому в нойсе зайдем так деформа сурфейс жмем нойс жмем альфа и смотрим что у нас тут да как так вот такая штука это уменьшаем уменьшаем так скайл прибавляем вот эту маску убираем эту убираем и вот и регулируем так где то вот такая штука скайл чуть поменьше и вы видите что получается у нас шов вот если обрезку делать и сохранять вот эту альфу то получается вот именно шов если в принципе вот так вот то и ничего так смотрится а если нужно ее поменьше сделать там на диван то будут швы вот эти вот это уже заходим тогда в фотошоп и делаем без шовку вот для этого и снималась полностью альфа вот это вот большая вот так вот это вот вот для этого она и снималась чтобы вот именно в фотошопе с нее сделать бесшовную текстуру вот когда все это делается все бесшовка обрабатывается альфа то уже получается все фейс будет у вас как со скачиной я сейчас покажу вам вот вот после обработки фотошопе получится у вас вот вот такая вот так пардонте cancel control z опять же noise и опять же подгружаем уже скаченную это не моя уже текстура а просто скаченная с интернета и вот теперь все это дело можно подгадать и посмотреть как она будет когда обработается уже в это фотошопе вот такая штука может получиться после обработки именно вот этой текстуры сделать ее бесшовную можно опять же посмотреть вот есть вот такая штука да и можно попробовать скриншотом снять какой-то кусочек вот так и попробовать его подгрузить и посмотреть как это все будет выглядеть так альфа скриншот вот так подгружается скриншот уменьшается в принципе не очень вот такая штука а а если скриншот допустим снять уже с альфы которая вот есть так смотрим как поведет себя альфа если просто скриншотом ее снять вот так вот где-то вот так вот где-то подгадать чтобы пуговицы мал мал захватить смотрим так здесь ctrl z noise и подгружаем скриншот скриншот вот этот смотрим как он себя поведет эксперимент так эксперимент так и скайл поменьше вот вы видите что у скриншота уже шва почти нету если немножко все по четкому сделать то все будет классно вот поймать надо ровно вот эти пуговицы четко по скриншоту ну попариться придется ну недолго и получается вот такая каретная стяжка теперь можно сделать немножко сплюснутой вот так вот ок и получается вот что-то в таком духе единственное что вы видите что надо поймать пуговицы ровно или вот этот скриншот так асимметрично сделать в программе так ну рассмотрим теперь фотошоп так вот он фотошоп открываем картинку вот эту которую мы сейчас скриншотили вот эту открыть вот она подгрузилась почти вот так она выглядит а вот есть у нас тут обрезка вот мы на нее нажимаем находим вот эти именно центра три вот эти три на три пуговицы вот так вот и делаем вот так вот а теперь делаем enter и получается вот в принципе должна получиться без шовка ну плюс еще тут где-то доработать это уже по обстановке как пойдет сейчас так и сохраняем ее сохранить все она сохранилась браш альфа вот она здесь есть все она сохранилась Здесь теперь Ctrl-Z, Ctrl-Z, Ctrl-Shift-Z чуть назад, Noise. Подгружаем, посмотрим разницу в скриншоте и после обрезки в фотошопе, как это всё смотрится. Так, вот она после фотошопа и смотрим, как нам фотошоп просто поможет с обрезкой. Если не изъёживаться, всё по-простому опять же. Так, это вот так. Вот уже классная штука. Вот так обрезка сработала. А если её так чуть выровнять, получается неплохая каретная стяжка. Так что и фотошоп помогает. Вот такая штука. Ну а уже детали, проработка складок, это уже, я думаю, вы сами пролепите, подготовите. Там, кстати, ролики на канале есть по подушке, как складки сделать. Всё, всем пока, до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok